Татьяна Викторовна Татьяна Викторовна Татьяна Викторовна вот я вижу список до длинный длинный список а дальше первое что вы делаете смотрите вас три вкладочки есть просмотр списка просмотр по одной записи и поиск первое что открывается по умолчанию это просмотр список до список это вообще все описания которые есть в этой базе просмотр по одной записи вы можете выбрать любое из этих описаний которые здесь есть их 122 да и посмотреть его более подробно как она выглядит какие элементы присутствуют в этом описании но наверное работу с базой мы все-таки начинаем с поиска ставить первый вопрос нам нужно найти какой-то источник и посмотреть как он правильно описывается собственно это и предназначение этого сейчас сейчас я правильно понял что вот это пример описания да тот его характеристики при а здесь нет и скорее отсутствует да если их нет то они здесь отсутствуют если они в этом описании не присутствует если их нет отлично отлично то есть я вижу что это однотомник это книга и на автор одного автора по нашим требованиям например методических рекомендаций вуза общее обозначение материала не требуется приводить дать текст в квадратных скобочках мы не пишем и дальше все элементы расписаны что здесь есть в этом описании то есть можно сориентироваться и понять я вижу вот тут есть некоторые слова выделены это ваша подсказочка из глоссария выделенные слова это отсылка глоссарию термины определения курса где дается краткое написание и краткая характеристика данных определений то есть сделали глоссарий да он постоянно пополняется поэтому на практически на все слова которые есть вот здесь страшные области выходных данных место издания такие описания в глоссарии есть и будут и они будут появляться поэтому пугаться не нужно если вам что-то здесь непонятно полезно если не но в глоссарии полезно то есть и термины новые в глоссарии какие-то мне не появляются они автомате они автоматически вот так выделяются ссылочка и можно посмотреть если вы забыли что это такое ли хотите посмотреть с примерами как это выполняется то вот такая подсказка есть хорошо то здесь можно учиться это одно одно из назначений базы это информационно-справочная такая поисковая база и с элементами обучения причем и обучение самостоятельного с обучением все понятно посмотрел пример почитал его характеристики запомнил а если в поиск мы переходим то что мы здесь можем сделать что вот поиск это самое главное наверное часть в этой базе после списка примеров здесь вы можете найти тот источник который требует описания но например у вас есть книга одного автора и вы хотите уточнить как она описывается как составить библиографическое описание на этот источник открываете не перед книгу нас не периодическое не периодическое значит открываете то что выделено красным цветом в первую очередь не периодические источники и выбираете из нее книгу если у вас журнал открываете периодические источники здесь даже подсказочка и журнала и другое если у вас сборник научных статей он продолжается на он выходит не периодически когда один раз в год когда может быть два раза в год там трудно понять открываем раздел продолжающиеся источники тот у вас например книга электронные ресурсы тоже отдельно есть графа то есть есть то я знаю только одно поле которое мне неизвестно характеристику я ее и выбираю да 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 вот например я интересуюсь библии я выбираю вот как же в библии дел и из библии делаются библиографические описания не из библии а на нее даются библиографические библиографические описания которые ссылаются на вот вы больше ничего не знаете только знаете что у вас есть только это и завет его выбрали переходим кнопочку сохранить настройки нажимаем и получаем один единственный пример из базы где есть сохранить настройки это значит осуществить поиск вот это за нас один пример да вот мы видим как дается описание на данный источник теперь мы можем посмотреть более подробно что открыть запись подробнее и увидеть более более полные характеристики на эту запись библиографически то есть какие здесь элементы присутствуют библиографического описания она состоит из элементов да и мы видим что здесь есть чего здесь нет более подробно разобрано и так же если нам что-то непонятно мы можем перейти в глоссарий и посмотреть более на характеристики а следующий полезный момент которые есть в базе поднимайтесь наверх вот если вы выделите этот пример да полностью вы его можете скопировать вставить в свой вордовский тот же файлик где у вас будет список источников и просто меняя слова не меняя знаки вы можете сделать например описание книг ветхого завета книг ветхого завета например вам нужно дать описание на библию на книги ветхого завета вы просто меняете новый завет на ветхий завет не трогая заголовок библия меняете название книг оставляя те же самые знаки и меняете сведения об издании так это очень просто и очень удобно конечно ну главный принцип самое главное не трогать те знаки которые отделены двумя пробелами это так называемые знаки предписанные пунктуации библиографические знаки чаще всего в них там и ошибаемся а здесь они уже расставлено на своих местах если вашем издании нет переводчика значит эти слова вот прям выделяйте переводчика веренцев и другие здесь был перевод если у вас в книге этого нет вы просто удаляете в своем фрагменте который вы скопировали нет не все не все не все до точки точку и тире метров когда вот это вот и точку за запятой тоже выделяйте у нас этих знаков нет мы их удаляем понятно нас нет этого элемента описания мы его удаляем и у нас остается то что нам нужно мы просто вставляем те слова из нашего источника которые у нас есть кстати это очень хороший хорошая такая проверка на работ для научных руководителей а работал ли студент с этими источниками или он просто их скачал откуда-то из интернет если он начинает пользу использовать эту базу то необходимо знать все вот эти элементы иметь их в источнике они там все указаны на титульном листе и если он у вас под рукой вам не составит труда поменять те слова которые есть в примере на нужные если вы с источником не работали то у вас может быть неправильное описание или неполное описание у вас может не хватать авторов или заглавий приведено некорректно нужно всегда смотри смотреть смотреть сам источник это хорошая проверка для научного руководителя то есть он проверит и поймет можно задать вопрос а вот здесь ты не указал издательство а в источнике она была указана если если ты с источником работал ты помнишь вспомнишь что и быстро можешь его найти в том же интернете сказать да вот здесь вот видите его не было да хорошо а если студент говорит ой да я не знаю не помню да я сейчас не найду вопрос а ты вообще этот источник читал а ты его в глаза видел или это просто скопировала чужой список источников из чужой дипломной или курсовой работы спасибо большое надеюсь такие вопросы еще появятся от коллег в дальнейшем и от ваших подопечных но у меня сейчас вопросов нет вы полностью мне все рассказали спасибо большое пожалуйста посмотрите спасибо , спасибо спасибо з� singer высок